Добрый вечер, итоговыпуск новостей в прямом эфире ТГИЛ ТВ в студии Анна Кизилова. В начале выпуска коротко об основных событиях уходящего дня. Седьмая международная выставка технических средств обороны и защиты открылась. Какие новинки демонстрировали на полигоне Института испытания металлов? Пляжный комплекс Иванозера опять в центре внимания. Прокурорская проверка завершилась. Возбуждены административные дела. Врачи помогли тагильчанке справиться с тяжелой болезнью и вылечить язву желудка. Но почему на глазах пенсионерки слезы? Нижнетагил и Киев делят режиссера. Спектакль в театре кукол ставит народный артист Украины Сергей Ефремов. Что ждет юных тагильчан? Шесть тысяч билетов и делегации из 27 иностранных государств. Седьмая международная выставка технических средств обороны и защиты открылась в Нижнем Тагиле. Какие новинки демонстрировали на полигоне Института испытания металлов? Ольга Обедкова узнала. Без происшествий на выставке не обошлось. Чрезвычайные ситуации случаются одна за одной. Сначала группа отдыхающих перевернулась на лодке. Хорошо, что рядом оказались спасатели и скорая помощь. За 10 минут они вытащили тонувших и оказали первую помощь. Тот же патрулирующий Ан-2 заметил очаг возгорания в лесу. Сообщив диспетчерам, на место вылетел вертолет Ми-8НТ с десантной группой на борту. А через некоторое время он с тремя тоннами воды тушит горящий жилой дом. На полигоне зрителям демонстрируют различные техногенные природные катастрофы. От пожара до автомобильной аварии. Специалисты оценивают возможности новых машин, сложную работу спасателей и даже артистизм. Ну, безусловно, тут артистами не становятся, как говорится. Мы обращаем внимание на соблюдение техники безопасности, прежде всего. Но шутки в сторону. Седьмая международная выставка технических средств обороны и защиты набирает обороты. Увеличивается количество участников и иностранных делегаций. Как заявил губернатор Евгений Куйвышев, вскоре на ее базе может быть создан главный выставочный центр Российской Федерации. Изготовление подобного рода изделия, оно, конечно же, помогает в решении главных задач безопасности государства и личности. Современные разработки все желающие могли увидеть не только в действии на полигоне, но и рассмотреть поближе. На выставке представлена не военная, а техника гражданской защиты. К примеру, пожарные машины. На первый взгляд привычные нам, но в каждой единице скрывается технологическая новинка. Завод пожарных автомобилей из Екатеринбурга продемонстрировал новую систему пожаротрушения «Натиск». Ее уникальность в том, что перевозя около 500 литров воды, на выходе получается в разы больше – 10 кубометров огнетушащего вещества. Аналогов в Российской Федерации нет. Этот автомобиль эффективнее обычной пожарной автоцистерны в 7 раз. Желанная машина для нашей области, по оценке представителей МЧС, коленчатый подъемник «Бронту Скайлифт», представленный гостями из Тюмени. Его преимущество – высота. Он способен подниматься на 90 метров. Максимальная высота наших машин в сравнении всего 65. Свою инновационную спецтехнику представил «Уралвагонзавод». В центре внимания – последняя разработка корпорации – ТМБ-2. Он может ездить как по дороге, так и по железнодорожным путям и передвигать груз до 100 тысяч тонн. Только за первые несколько часов работы выставки уже нашлись потенциальные покупатели. Буквально 5 минут назад Челябинский металлургический комбинат подошел к нам с предложением взять его на испытание с дальнейшим приобретением. Несмотря на такое количество техники разных направлений, в защите и обороне все же нашлись и слабые места. Здесь не представлена защита в плане защиты лесов наших. Мы прекрасно помним 10-й год, когда горели леса. Ее здесь нет. Однако, как заявил губернатор, пожарная обстановка в регионе под контролем. А значит, выставка дает свои плоды. Хоть и лето было жарким, но все-таки пожары, какие были, нам большинство пожаров удалось в первый день локализовать. Наш автопарк вскоре пополнится новыми машинами, поделился Юрий Нарышкин. Какими, пока говорить рано. Но закупать технику будут по принципу естественного отбора. Я сейчас не буду выделять, это будет неправильно. Выделять какую-либо технику, мы будем покупать лучшую технику. Ясно одно, новые пожарные машины уже появились в Нижнем Тагиле. Правда, пока на аватарках ВКонтакте. Ольга Беткова, Александр Штраух, Анатолий Тютин, Новости Тагил ТВ. По подготовке к зиме Нижний Тагил ничем не отличился. По горнозаводскому округу его нет ни в лидерах, ни в отстающих. Об этом стало известно сегодня на видеоконференции по подготовке городов Свердловской области к началу отопительного сезона. Более чем на 80% готовы к зиме 13 муниципалитетов. Среди лидеров Арти, Ачи, Тербит, Кузнецовское сельское поселение. Проблемы есть в Сесерте, Белоярке, Сосве, Каменском городском округе. Там готовность меньше 50%. Готовность к отопительному сезону подчеркнул председатель правительства Свердловской области Денис Паслер. Основная задача глав. 15 сентября готовность везде должна быть 100%. Пляжный комплекс Иван-Озеро опять в центре внимания. Предприниматели, незаконно построившего базу на реке Иса, будут судить. На днях завершилась прокурорская проверка пляжного комплекса. Возбуждены административные дела. Ситуацию вокруг комплекса Иван-Озеро прокомментировали сегодня в природоохранной прокуратуре и администратор пляжной зоны. Все подробности далее. Я не должен оправдываться, пока мне не докажут вину. Обвиняют предпринимателя по четырем статьям. Пользование недрами без лицензии, самовольное занятие лесных участков, нарушение правил пожарной безопасности в лесах, незаконная рубка леса. На днях завершилась прокурорская проверка пляжного комплекса Иван-Озеро на реке Иса, а также действуют предприниматели гражданки Симаковой. За эти нарушения возбуждены административные производства и материалы направлены для рассмотрения в органы государственного контроля, в Роспироднадзор и в департамент лесного хозяйства Свердловской области. Вырубка более 60 деревьев на площади более 1000 квадратных метров, заасфальтированная площадь под автостоянку размером 700 квадратных метров, незаконная добыча подземных вод, в частности строительства колодца. Такой ущерб выявлен природоохранной прокуратурой по итогам проверки. Он говорит, что идет следствие по вырубке леса, согласен, нужно поймать, разобраться и наказать. А то, что он говорит, а он-то обвиняет уже конкретно нас, на каких основаниях он нас обвиняет, я не пойму. Он поймал кого-то из нас с топором, с пилой или что. Это его домыслы, и вон и необоснованные домыслы абсолютно. Я не знаю, может быть, дознание предъявило какие-то ей обвинения, я не в курсе. Материалы находятся по незаконной порубке, но там не конкретно по Симаковой, а по факту порубки незаконные. Материалы находятся. По самоупраслу могут находиться там материалы. Возможно, возможно, уголовное дело, но я об этом, как бы так сказать, не знаю. Кафе, качество воды, обработка посуды – это и многое другое проверили специалисты Роспотребнадзора по запросу прокуратуры. Выявили массу нарушений, говорят в природоохранной прокуратуре. В результате в суд направился административный протокол о приостановлении деятельности кафе на 90 суток. Прокуратура должна отталкиваться только от одних фактов и доказательств, которых у них нет. Они это просто придумали. Именно Слепухин. Он говорит, что у нас плохая вода, что у нас нарушение СС, вот у нас взяты анализы воды, шашлыка, которые соответствуют всем тремовой подписью главврача Нижнего Тагильского СС, что все соответствует нормам. Также они сказали, что нас уже закрыли на 90 дней. Решения еще не было, откуда они это придумали, я тоже не знаю. Точку, а возможно и запятую в этой ситуации поставит суд. Он состоится 27 августа. Стоит отметить, что действия прокуратуры проводятся в интересах граждан, в то время как сами граждане готовы встать на сторону предпринимателя. Об этом свидетельствуют комментарии в интернете. И тагильчане выступают за сохранение пляжного комплекса «Иван-Озеро». Валентина Павловна благодарна врачам. Сотрудники Демидовской больницы помогли ей справиться с тяжелой болезнью. Язва желудка открылась после неправильного лечения. Материально, говорит, отблагодарить своих спасителей не может. За помощью обратилась в нашу телекомпанию. Елена Терехова встретилась с благодарной Валентиной Павловной. Я перед ними преклоняюсь. Она никак не может подобрать нужных слов. Речь в благодарность, то и дело срывает плач. Горькие слезы воспоминания того, что некогда с ней приключилось. Туда привезли полумертвую. Быстро на коляску. И вот этот вот сначала меня принял, Михаил Владимирович. Потерпите, дорогая. Очень неприятный. Вот знаете, слово лечит человека. Слово. Я вот так расслабилась. Все сделала он у меня. И меня подняли наверх на каталки, на коляске. До этого женщина лежала в стационаре в одной из городских больниц. Там, говорит, лечили от опоясывающего лишая. От ненормированности ДОС лекарств открылась язва желудка. Меня привезла моя свадьи, родственница. Вентина Павловна. Здесь очень хороший коллектив. Вам помогут. Ну, действительно. Вот меня там лечили. Вот там. Там не только меня. Всех лечат. И всех бесплатно. Таким людям, дружникам, надо платить деньги. А не так. Недуг пенсионерки от операции спасли. Спасибо, говорит, за это врачам. Ординатору Анне Хариной и хирургу Михаилу Шалагину. Они ни на шаг не отходили от женщины. Анна Ивановна – это золотой человек. Она, вы знаете, она на первый взгляд, на первый вид очень строгая. Ну, я поняла. Строгие люди, но они знающие. Она знает свою работу. Мне кажется, вот это от Бога человек, от Бога. Вот этот Михаил Владимирович, вот она. Врачи больницы встретиться с нами не захотели. Работы много. Да и не считают случившееся чем-то сверхъестественным. Спасать людей, говорят, их работа. Хотя, признались, это первое спасибо пациента с экрана телевизора. Елена Терехова, Вадим Усков, Анатолий Тютин. Новости Тагил-ТВ. Нижний Тагил и Киев делят режиссером. Накануне к нам приехал народный артист Украины Сергей Ефремов. В Нижнетагильском театре «Кукол» он поставил несколько спектаклов в разные годы. Какую премьеру готовит украинский режиссер для тагильских зрителей? Александр Мешков расскажет. В Тагил киевского режиссера Сергея Ефремова привела любовь. Здесь живут родственники жены. Регулярно в Нижнетагильском театре «Кукол» Сергей работает с 92-го года. Вместе с женой поставил здесь 13 спектаклей, среди которых «Вертеп», «Петушок золотой гребешок», «Три веселых пяточка» и «Серебряная копытца». Это удивительные спектакли, которые всегда, собственно говоря, имеют успех, которые всегда востребованы. На следующий год Сергей планирует удивить тагильчан новым спектаклем «Неизвестный с хвостиком». Режиссеру буквально приходится разрываться между двумя театрами – нашим, Тагильским, и Киевским муниципальным академическим театром «Кукол». Если сравнивать театры, то наш, похвалил Сергей, Киевскому не уступает. С хорошим вкусом сделано все. И здесь приятно работать. Мне что нравится в этом театре, потому что здесь очень хорошая труппа. Сейчас наша хорошая труппа готовится к новому сезону. Он откроется 28 сентября. Зрителям покажут спектакль «Малахитовая сказка». Его премьера состоялась в День города. Александр Мешков, Вадим Усков, Сергей Иванов. Новости Тагил ТВ. Белый, синий, красный празднуют сегодня свой день рождения. 21 год назад, 22 августа, российский флаг впервые официально был поднят над Белым домом. Триколор сменил красное полотнище серпом и молотом в качестве государственного символа. Знают ли горожане, что означают цвета российского флага? Мы узнали в тагильчан. Белый, голубой и красный. Голубой – это, наверное, небо, мир, красный. Какое-то, наверное, содружество. Синий – это благополучие народа. Красный – это как у нас идет ЦСР, остался народный, единый. А белый – я не знаю. Белый, синий, красный. Белый, насколько я знаю, это цвет чистоты, свободы или что-то такого. Белый – это, наверное, мне кажется, деревья. Синий – это небо, а красный – земля. Белый, голубой, красный. А что уж обозначают, я уже не могу вам так объяснить, что полностью. Благородство, сила и верность. Правильно? Нет? Правильно или нет, трудно сказать. Цветам российского флага приписывается множество символических значений. Их официального толкования не существует. Издавна считается, белый – это чистота и благородство. Синий – верность и постоянство. Красный – державность, мужество и великодушие. Такова была информационная картина среды. Если вы стали очевидцем уникального события и успели снять происходящее на видеокамеру, присылайте нам и получайте призы. Делайте новости вместе с нами. Наш телефон – 4195-51, адрес сайта – www.tagildefistv.ru. Раздел сообщеновость. На этом все. Всего доброго.